В начале мая в криминальном мире России происходили необычные события. Сначала осужденные башкирской колонии не признали воровского титула авторитета Звиада Азманова, Звиада Тбилисского. Поговаривают, их на это подбил давний враг Азманова Эдуарда Сатрян, Эдик Осетрина. И тогда за Азманова неожиданно вступили силовики. Они отправились к боссам преступного мира и настоятельно порекомендовали вступиться за опального авторитета. Главного вора в законе России Захария Калашова в случае отказа обещали лишить немногих радостей арестантской жизни, деликатесов и тренажерного зала. Но самое любопытное, что в деле Звиада Азманова столкнулись интересы разных силовых ведомств. У Эдик Осетрины, как ни странно, тоже нашлись могучие покровители в погонах. Очередное противостояние в криминальном мире началось с того, что в начале мая осужденные исправительные колонии номер 2 в городе Салавати Башкирия не признали воровскую титул 36-летнего Звиада Азманова, известного в криминальных кругах как Звиада Тбилисского. ВК-2 Азманова перевели из верхней уральской тюрьмы, и этот перевод для него был не первый. В местах лишения свободы авторитет оказался после того, как в марте 2017-го был приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество и разбой. Воровской титул Звиад получил в 2013-м, когда ему было 28 лет. Для этого ему пришлось вмешаться в давний воровской конфликт и отомстить за криминального авторитета Дата Кутаисского. Дата оказался прикован к инвалидному креслу после того, как в 2000-м получил пулю от вора в законе Роланда Чикваидзе. Звиад отомстил за Дата и зарезал Чикваидзе в Санкт-Петербурге, за что и был награжден воровским титулом. Из 7 лет, что Звиад Азманов считается вором в законе, с 6 он находился за решеткой, однако за этот небольшой по криминальным мерам срок умудрился нажить немало опасных врагов, главным из которых стал вор в законе Эдуард Асатрян. Впрочем, Азманов сделал для этого все возможное. В 2013-м он вместе с другими авторитетами участвовал в избиении Асатряна и его коронованного сына Сергея, Осетрина-младшего. Но на этом Звиад не успокоился. В 2014-м в Бутырском СИЗО он стал одним из тех, кто подписал прогон о том, что Эдик Асатрина не является вором в законе, а после Азманов долго и упорно устраивал всевозможные проблемы Асатряну-младшему, с чем связана его ненависть к Асатрянам вопрос открытый. Но когда весной 2020-го Азманов оказался в Салаватской ИК-2, Эдик Аситрин решил нанести ему ответный удар. Когда Азманов оказался в ИК-2, Асатряна еще несколько воров дали указание положенцу, не признавать новичка вором в законе. По мнению Асатряна и его сторонников, Азманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял строго все директивы тюремщиков. Удивительно, но утверждение Эдик Аситрины оказалось справедливым. За Азманова вступили силовики. Их представители, в частности, посетили чеченского вора в законе Азиза Батукаева и настоятельно рекомендовали не вмешиваться в конфликт вокруг Азманова. Возмущенный этим, Батукаев ответил, что это не их силовиков дело. Позвонил в ИК-2 и призвал зарезать Звиада. После этого в ИК-2, где задержится Азманов, экстренно были приняты усиленные меры безопасности, а с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, провели профилактическую работу. Заступничество Звиада этим не ограничилось. По данным Праймкрайма, сотрудники Центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний нагрянули к самому Захарию Калашову, Шакро Молодому, лидеру преступного мира России, отбывающему наказание в поселке Двубратский, Уславинский район Краснодарского края. Калашову поставили ультиматум. Во что бы то ни стало подтвердить своей властью воровские полномочия Звиада Азманова. Ведь в противном случае нет никакого смысла держать Шакро в Краснодарском крае, в комфортных условиях, где у него еда из ресторанов и тренажерный зал, как в Олимпийской деревне. Почти сразу после этого разговора, в поддержку Азманова выступил один из сторонников Шакро, вор в законе Кама Сафариан, Кама Горьковский. В итоге 10 мая заключенные ИК-2 в Салавате все-таки признали Азманова вором в законе. Впрочем, как отмечает Прайм Крайм, не только Звиада Азманов связан с силовиками. Претензии в сотрудничестве с правоохранительными органами, что само по себе недопустимо для вора и считается самым тяжким преступлением воровского закона, можно предъявить и его противникам, включая самого Эдика Ситрину. В этом плане особенно любопытны отзывы лидеров преступного мира о происходящем в Салавате. В частности, узнав о ситуации в ИК-2, Шакро Молодой заявил, «Звиада знать не знаю, но знаю, что Эдика Ситрина не вор». Главный авторитет Азербайджана Надир Салифов прокомментировал противостояние Азманова и Ситрина в похожем ключе. Они оба мусора, и выгрызни нет ни капли воровского. Причина для таких утверждений действительно есть. Как пишет Prime Crime, в 2019 сын Асатриана Сергей смог вернуть себе воровскую титул при помощи администрации тюрьмы в городе Балашове. Да и сам Эдика Ситрина принадлежит к числу единичных воров, которые свободно передвигаются по Российской Федерации и имеют иммунитет от преследования по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», что при воре невозможно без сотрудничества с силовыми структурами. Это выдержка из статьи, опубликованной на сайте Prime Crime 9 мая. Судя по всему, материал сильно задел тех, кто в нем упомянут. Как рассказала Лентиру, редактор Prime Crime Виктория Гефтер, вскоре после публикации в редакцию поступили угрозы с требованием удалить из статьи на сайте, компрометирующие сведения об Эдике Асатриане и его сторонников. Передайте имя владельца сайта. Если он эту грязь не уберет, то будут большие проблемы, а дальше сами решайте. Я говорю то, что меня просили передать. Дальше вам виднее. Остальное увидите сами. «Вы нажили очень опасных врагов», – написал неизвестный. Как отметила Виктория Гефтер, такое в истории сайта происходит впервые. По словам Виктории Гефтер, сегодня завербовать вора в законе с сотрудником правопорядка не так сложно, как это было раньше. Однако такая вербовка для оперативников все же считается большим успехом и залогом продвижения по службе. Именно поэтому силовики вступили за Завиада Азманова. Такими кадрами не разбрасываются. Да и история отношений у них давняя. Что касается Эдуарда Сатряна, о его связях с правоохранительными органами, воры в законе говорят давно и упорно, хотя явных доказательств этому нет. Единственное, что отличает двух воров – ведомства, которые за ними стоят. Завиада, поскольку он сидит, курирует непосредственно в силе, а Азатряна, поскольку он на воле, другая всесильная служба, считает редактор прайм-крайма. При этом по понятиям, принятым в криминальном мире, сотрудничество с правоохранительными органами табу для всех без исключения воров в законе. Подобный факт всегда был и остается однозначным основанием для лишения воровского титула. Но сотрудничество еще придется доказать. Для предъявления претензий нужно что-то конкретное, нежели разговоры. Кроме того, претензии воров в законе предъявляют на сходке, на которую авторитет еще нужно заманить. Добровольно он туда не придет. Как объясняет Виктория Гефтер, на ту сходку, где отца и сына Асатряна в победе в 2013-м, их заманили хитростью, а с тем вором, который это устроил, они были вынуждены помириться. По словам Гефтер, сегодня в преступном мире практически нет воров, которым ни у кого нет претензий. Взаимными обвинениями воры фактически сами загнали себя в этот тупик. Те авторитеты, которые обвинили Звиада Азманова в сотрудничестве с тюремщиками, в кулуарах говорят то же самое о главном воре в законе России Шакро Молодом. Правда, открыто предъявить ему претензии по понятным причинам не рискуют. Зато обвинения в порочащих связях с силовиками, которые сегодня можно предъявить многим ворам в законе, легко становятся оружием против фигур поменьше. Именно так и случилось с Звиадом Азмановым, которому попытались навредить авторитеты.